Вместить там кластер автокомпонентов в рамках спика и так далее. И это главный аргумент. Мы говорим, вот, у нас есть, мы действительно регулируемся, вот наш персонал, вот наша подстанция. Даже есть механизм реконструкции, то есть 11.19 постановления Минэкономразвития со своей программой акселерации малого и среднего бизнеса можно получить субсидии. То есть, вот с реконструкцией была проблема, конечно, маленькая компания не в состоянии реконструировать большую подстанцию. Сейчас можно, вот. Но я повторяю, я лишь говорю о том, я не выторговываю каких-то особых, ну, полномочий. Я понимаю, что в отрасли происходит. Я говорю о том, что там, где это живо, ну, давайте не будем убивать. То есть, потому что иначе будут схемы. Они, вот, во всей Винобласти, мы одни, территориальная сессия, организация. Все остальные сдают в аренду ячейки, сдают в аренду, там, КТП, там, куски кабеля, все что угодно. По сути, это незаконно. Это, так или иначе, дискриминирует потребителя. Вот. У нас нет вообще денежных отношений. То есть, здесь прямой договор у резидента с бытовой компанией. Нас там нет. И это его тоже устраивает. Он понимает, что никакого произвола не будет с нашей стороны, когда он купит землю, потому что нет отношений. Вот. А мы получаем из-за тла. И, конечно, котел спасает. Вы знаете все тонкости. Да, нас немножко перерегулируют. Спасибо. Вот. Но мы увеличиваем полезный отпуск. Ситуации разные. Все, что вы говорите, это правильно. И про то, что там сутилы организации надо быть добросовестными, выполнять все требования. Это все абсолютно невозможно с этим спорить. Я немного про другое. Я про то, что отраслевое законодательство, если мы говорим об индистриальных парках, как об отрасли, из-за того, что я здесь слышал, оно, мой взгляд, создаёт сейчас риски именно бронирования мощности. Когда мы говорим, что управляющая компания, которая, например, ошибает деятельность на территории индустриального парка, где там потенциально может появиться 10-30, без разницы, сколько инвесторов, и пока их нет, она по законодательству имеет право получить технические условия и передать их заявителю, это, ну, в моём понимании, это в чистом виде бронирование мощности. Бронирование мощности, почему плохо? Потому что, во-первых, инвестора нет, полезного выпуска нет, все потребители это оплачивают. Во-вторых, любой потребитель, любой потенциальный заявитель, который придёт в эту сетевую организацию, в которой уже часть мощности забронирована, он столкнётся с тем, что с большой долей вероятности его придётся присоединять к индивидуальному проекту за очень много денег. То есть, ну, это плохо. Я про то, что использование мощности, всё сетевое строительство, всё это должно быть эффективно. И, мне кажется, нам здесь всем вместе есть о чём подумать, как в законодательстве профильном. И, ну, в законодательстве объекта энергетики, если нужны будут какие-то ссылки, отсылочные нормы, мы сделаем это без проблем. То есть, у нас здесь никакого антолинизма, предложения не вызывают. В базе, конечно, о том, потому что это именно по тому, почему, собственно, парки бронируют. Потому что ни один резидент будущего индустриального парка не придёт, пока он не получит подтверждение того, что когда он придёт, у него эта электронагия появится. Мы знаем кучу примеров, когда ты приходишь в свою компанию крупно, тебе говорят, нет, у нас на подстанции, извините, всё забронировано, мы не можем, мощности нет. Давайте говорить по индивидуальному проекту. И МС-программу у нас запланировано через тысячи четыре года. Именно поэтому и возникает ситуация с получением заранее технических условий бронирования со стороны индустриального парка. Потому что продукт индустриального парка, как Сергей сказал, правильно сказал, не только земля, не столько земля, а сколько, по сути, это полноценный сервис. Земля плюс дорога, плюс электричество, плюс вода, плюс основное обладовведение. У нас действительно сейчас ведется, в первой части мы обсуждали довольно подробно в первой части нашего мероприятия систему так называемой аккредитации индустриальных парков, которая идет в Министерство промышленности и торговли. У нас в соответствии с федеральным законом эта аккредитация ведется, требования разработаны, а это подтверждены постановления правительства 794. В них прописано одно из обязательных условий, это наличие 0,15 мегаватт-гектар свободной площади территории. Для чего это сделано? Потому как аккредитация это дает возможность парку получить государственную поддержку. Региональный налоговый год, любого уровня, это довольно-таки такая безусловная норма, которая сейчас в соответствии с получением президента сейчас вообще все ведомства, включая МинЭК, если до великих парков должен получиться в Реенство. Там Минсельхоз дает индустриального парка, и ряд других, то есть все должны этого пытаться пройти соответствующим требованиям. Для чего там этот пункт появлялся? Для того, чтобы как раз гарантировать и гражданской федерацией, и региональным бюджетам при вложении денег в инфраструктуру, что этот внутренний парк достигнет своих показателей, к нему будут резиденты, сядут, и вложения, так скажем, будут в бюджетных инвестиции, будут окупаемы. И по рабочим местам, и по новым созданным предприятиям и так далее. В случае, если мы, как ритовый парк, и понимаем, что в нем нет свободных мощностей, а он идет за господдержкой, у нас нет гарантии того, что он своих вкатер-испон, зачем его там в реестр отключаем? Именно поэтому эти дельсы там и появляются. Плюс я согласен полностью с коллегами, когда мы разрабатывали эти требования, мы в том числе ориентируемся на зарубежном, как эти парки работают и все эти требования федеральные появились исходя из того, что мы, так скажем, изучили, это была целая большая с регионами, так скажем, работа проведена, в том числе с печеньем этих стран, этих объектов. Соответственно, вот этот 0,15-й год он появился не случайно. Это минимальный такой норматив, который был, исходя из опыта практического зарубежного у нас, ну, получен. И предлагается, конечно, прислушаться к этому. И соответствующие поправки это внести, что вот это вот минимальный набор, ну, больше не надо там 10 микрак, 0,15-й обеспечить, чтобы мы понимали, когда даем господесу Паркер, выполнится обязательство привлечения в месяц. Спасибо большое. Ну, мне кажется, очевидно, что всем еще есть на чем работать и думать. Просто, мне кажется, было бы здорово, если бы законодательство, вот прям описание законодательства и для осуществления предпринимательской деятельности не приходилось выбирать меньше двух зол. То есть хотелось бы какое-то артимальное решение. На самом деле, ну, мне кажется, можно еще обсудить вопрос по, когда какой-то объем мощности выделяется на какую-то территорию. То есть вопрос такой, на самом деле, дискуссионный. Вот, ну, давайте работаем. Кстати, зарядоконструктивный. На самом деле, к нам не заходило это предложение. Кстати, Минэнерго Россия, вот этот реестр индустриальных пактов и требования согласовывал нам требования индустриальных пактов. Там прописано было, но ведь у нас не говорили. Видимо, значит, не профиль, не гипотканин. Ну, не наши, не знаю. Ну, какое решение нам здесь возможно? Я не знаю, может, мы какую-то... Едемо можно какую-то тематическую встречу провести, как можно... Может, в вашем министерстве соберемся тогда... Совершенно, мы не против входить на вашей площадке, входить на нашу полософис-панабельку. Комендарь, у нас тоже по этому вопросу есть еще позиция от универанного развития России. Тоже, уверенность, очень активно в этом вопросе задействована. Спасибо. Продолжение о неизменении в предыре количественных ТСО в декабре прошлого года. Вот это, соответственно, обращение попало к нам на рассмотрение, в том числе. По этому обращению, скажу коротко, Минэк поддерживает инициативу предусмотреть исключения для индустриальных парков и ТСО на их территории. Но надо здесь понимать, что коллеги из Минэнергии правильную оговорку сделали. Статус ТСО предполагает выполнение всех обязательств ТСО и все инженерительные, не только президентами индустриальных парков, но и те, кто не является, не собирается являться и так далее. В данном случае речь идет о полноценном выполнении функционала территориальности в организации. На этих условиях, пожалуйста, будет слово. Если вы считаете, что это для вас выберетно, это оптимально, что нам надо предъявлять более вкусно-то СО. Некоторые проблемы в этом мы не видим. То есть, если для индустриальных парков критичных, то главное, чтобы была именно компания, но никому не вижу, чем в России, и не просто этого, он поддерживает. Смотрите, какие изменения будут в Минэнергии. Спасибо. Спасибо большое. Коллеги, вот были, наверное, пару вопросов. Пока вот коллеги из Минэнергии тоже, в том числе, еще с вами пока. Я у вас продолжение. Вот тема. Вопрос очень важный. Вопрос к кому сразу же? Вот у вас основной показатель был о том, что вот эти заплаты цифровых мощностей и эти все затраты вложатся на все. Эти затраты ерунда по сравнению с тем, какие мы привлекаем инвестиции, какие платят налоги. Это не такие. Потому что вот этого, то, что сейчас предлагается, мне кажется, ни в коем случае нельзя допустить. Вы можете сокращать эти территориальные сетевые организации, если у них оборудование, допустим, трансформаторы подстанции, выставленные, установленные сроки там, не соответствуют. А вот в нашем парке. Мы в 2014 году построили современную подстанцию. С телеметрией совсем. 50-й, это два трансформатора по 25 мегаватт. 50 мегаватт. Мы купили за три года до этого подстанция была. Она выслужилась в два с половиной срока. И мы в первую очередь, что сделали? Построили новую подстанцию. И после этого мы заполнили все 52 гектара у нас резидентов. У нас нет ни одного квадратного метра. Для примера, в прошлом году один из резидентов построил новый цех, связанный со степенной промышленностью. И запросил 3 мегаватта. Департамент цен посчитал. Мы подключили. Дали ему 3 мегаватта за 46 тысяч рублей. 46 тысяч рублей. Сейчас другие тоже приходят. Французские компании, которые производят топливные баки для Рено, у них энергоемкое. Мы вообще ничего не делали с ним. И так вот, понимаете, и мы, когда покупали эту площадку, строили подстанцию, вложились, мы на что-то рассчитывали. Мы рассчитывали на что? Что освоим вот эту землю и рядом сел. Но это не значит, что вот сейчас вот и за этот парфицент мощностей ему придется платить. И это самый настоящий экспорт приятствия. Понимаете, это не совсем правило. Да, да, да. Если мы что-то не можем выгадить, если мы что-то не можем выполнить, положим требованиям, есть такой понятный аутсорсинг, давайте вот другая организация окажет эти услуги, и все. Но не надо ни в коем случае управляющей компанией, десеринговую парку, лишать вот этого. Мы не должны платить за профицент мощностей. Это наше огромное преимущество. Иначе это будет коллапс самостоящий. Вы похлещете, и все на рекорду. Спасибо. Спасибо. Действительно, потребитель, в электронагетике самый главный это потребитель. Хотя он не является субъектом электронагетического законодательства, но он самый главный. Это правда. То есть, с зрением полезного отпуска, это действительно так. И то, что вы, о чем вы говорите, что полезный отпуск именно не за счет льготных категорий, а именно за счет тех потребителей, которые полный рублем, называется, оплачивает за электроэнергию и за услуги передачи электричественной, это действительно хорошо. С точки зрения того, что вы говорите, вот, например, у вас статус СО, я так понимаю, есть. Да, конечно. Но в то же время мы услышали относительно процентного соотношения на каких территориях есть территориальная севернизация, на которой территорий нет территориальной севернизации. То есть, я понимаю, что в основном нет территориальной севернизации, не образован на этих территориях. Я правильно вас понимаю? То есть, у нас такой статистический. Статистический такой они не собирали. Вообще, действительно, у нас тоже такой статистики не очень было бы интересно вот эту статистику и понять. Ну, не надо все одни маршруты. С точки зрения... Нет, нет, нет. Я думаю, что вы правы. Вы проходит вопрос о тронуле резервы, да? Вопросы резервы. Действительно, акт такой есть, он в правительстве, он находится. Здесь каких-то особенностей конкретных для таких территорий не предусмотрено. С точки зрения там... Слово, не яйца проектом занимается, да? Шутка. С точки зрения того, какая перспектива у него, это на решение правительства. В любом случае, там правильно было отмечено, что будет ступенчатый подход, и никто не мешает с точки зрения уже практического применения. на начальном этапе можно тоже выйти так же вам с инициативой, указать на конкретных цифрах, на тех, скажем так, инвесторов, которые вам приходят, на том полезном эффекте, которые вам приносят. Никто не мешает там этот эффект заявить, и никто не исключает, что все особенности могут быть предусмотрены. Но сейчас таких вот требований, которые мы говорим на секущном интернет, акт не принят. Я вот еще для примера. Вот после 2014 года, когда резкий спад в стране произошел, из-за этого профицит внешностей у нас ежегодно рост промпроизводства 17%. Понимаете? Из-за того, что у нас нормального качества мы даем эти услуги. Мы столько резидентов привлекли. А вы сейчас своего нас лишите. Вы просто это... Самая настоящая экспроприация, понимаете? В революции это ни в коем случае нельзя допускать. Главное еще один момент очень важно. У нас электроэнергетика зачастую превращается в инструмент поднятия иных отраслей, в том числе в виде применения отличных регион. И это очень четко у нас сейчас заложено. Мы должны понимать, что неэффективность с точки зрения чего она происходит, неэффективность с точки зрения загрузки, вне зависимости от того, какие иные последствия не обращают внимания. Их тоже нужно анализировать и смотреть. Вы, извините, вы очень узко смотрите, вы только энергетику, да? А инвестор, когда приходит, он, возможности подключения газа, возможности теплоснабжения и прочее, целый комплекс, понимаете? и мы из-за того, что мы можем вот качественно, у нас есть профицит мощностей, очень качественно мы можем оказать эти услуги и к нам идут все резиденты. Понимаете? Здесь важный момент, что к вам идут значит резиденты, если бы у вас не было этой мощности, то они бы не пришли. Таким образом, мы оценили. Они пришли в другой регион, да? где эта мощность есть. На другой классе как у нас особенно. понимаете, где-то есть профицит мощностей, но у них оборудование 60-го года, качество совершенно другое, у меня все новое. Я вот хотел подержать, коллег, выступающих, так же, ну, да, я бы хотел донести просто эту идеологию, которая заложена и в законе о промо-политике высокого индустриального парка. Это действительно одно окно. Это действительно упражнение компании. Она должна распоряжаться объектами недвижимости расположенной территории земельными участками и иметь необходимые ресурсы для того, чтобы обеспечить снабжение резидентов заходящих на их территорию. И это заложено вот прям как модель в законе. Это отлично. Затраты, которые идут на то оборудование, которое используется, конкретно для тех потребителей, которые находятся на этой территории, в этом контексте логично, чтобы отнесли именно эти либо та управляющая компания, либо те резиденты, которые сейчас уже там находятся. Еще раз говорю, у нас достаточно много механизмов там перекрестки. И когда мы говорим, что в масштабе региона может быть это немного, но надо это действительно оценивать с точки зрения эффекта и с точки зрения того, что те затраты, которые будут нести, будут размазываться на всех остальных потребителей. Мы не можем просто строить в поле и ждать, когда к нам придет инвестор. Строительство необходимо в поле. Так и надо делать. Строить в поле и ждать, когда инвестор. Пока не построить в поле, никто не придет. еще раз коллеги, новые строительства заканчивается следующим. Загрузка этого нового оборудования 20%. 20%. То есть мы с вами гигаватт строим мощностей, 20% загрузка. Ну вопрос, это сетевые компании строят, да? по-моему, это и ваше. Вот с ними следует разбираться. Да и разбирайтесь. Смотрите, почему вы говорите, ну просто, мы поэтому и говорим, что для индустриальных парков мы за все это плачем. Потому что это именно тот случай, когда инфраструктура создается полностью готовая сначала, а потом туда приходит инвестор. Вот это явление называется индустриальный парк. Потому что, да, во всем мире, и кстати, сейчас был вопрос, а что будет, если у него, допустим, в парке не было обеточной мощности, куда уйдет инвестор? Да, возможно, в другой регион. Но в большинстве случаев в другую юристикцию тоже. В другую страну просто уйдет инвестор. Потому что мы создали, и это масштаб, сейчас сентябряный период, основной риск, который я услышал, это наличие количественного критерия. Отсутствие этого критерия решает все эти проблемы, о которых вы говорите. Я правильно услышал? Смотрите, сравнение бы того. Вы решили купить загородный дом. Вы приезжаете в коттеджную поселку. Вам говорят, вот прекрасная земля, вот ваши 10 соток. Значит так, миллион рублей платите, строите дом, но, блин, вот там подстанция небольшая, местная сетевая организация вас подключит. Это вот аналог, вот того аналог индустриального парка. Вы пришли, построили дом, и вы не можете включить освещение в свою доме. И вы, скорее всего, в таком контеджном поселке себе земляный участок не купите. Как раз вот контеджный поселок это есть индустриальный парк, оно уже должно быть электричество. А, Максим, понимаешь, вы просто приходите в Чистые поля, а никто не приходит. Люди хотят прийти в контеджный поселок, готовы. и знать, что управляющая компания гарантирована и им все предоставит, в том числе электричество. То есть реализация не вправе отказать в техночном присоединении. Поэтому у вас гарантия есть. У вас гарантия довольно-таки прописана. цена вопроса сразу. Вы бы вообще считали когда-нибудь не вправе отказать, но цена вопроса. Да, и больше регулятором не установлено. Поэтому мы и поняли этот вопрос, потому что речь идет сейчас не о том, чтобы это повсеместно внедрить, а просто о том, что индустриальный парк это специально особо такая территория, и на самом деле в масштабе все электроэнергические энергетические установки просто каплю моря. Надо просто для них сделать исключение, по исключениям, я слышал, только в части критерии предложения вы обсудили. Иные исключения по резерву, коллеги еще предложили исключение, чтобы не оплачивать резерв. Какие-то еще есть предложения? Здесь резервы протяженной сети на самом деле это два критических вопроса. Я слышал, я сказал, что мы готовы их обсуждать, но мы всю дискуссию продолжим. У вас еще есть опасения относительно насколько индустриальный парк, я не знаю, или организация просто опыта общения с вами непосредственно не было, только так скажем, организация, которой можно доверять, не будет, там, глупо, или меньше, что-то, но, понимаете, мы ее и аккредитацию ведем, и проверяем и как они работают. Это вся аккредитация в федеральном требовании прописана и в федеральном законе и в представлении проекте. Мы можем вас, комиссию, за вас успокоить, когда вы проведете, что там не будет никаких... А можно еще? Можно. Очень, очень коротко. Вы как оцениваете масштаб тех, которые сейчас есть несвободные и излишне, условно, не задействованы? примерно цифра, порядок цифр. процентов отношения? не в процентах, абсолютно. Нет такой информации. Если мы возьмем общую площадь всех индустриальных платок, которые есть, условно, как бы действующие, так же, как и строящиеся, возьмем там загрузку, условно, 50%, и по 0,15 мегаватт на один слабо-гектар. У нас получает около 3300 мегаватт всю Россию. То есть мы здесь с двойной, по-моему, 2300 мегаватт. которые нужно просто, как бы, за условно, чтобы они были регулированы для, как бы, боженцальных президентов. Вот в общей массе всей, которые сейчас, как бы, не востребованы, а которые свободны, это вот какая масса? Это 10%, либо 50%, либо 0%, потому что можно где-то долю составлять, не знаю, 5%, а мы сейчас копию ломаем, официальные, маяки, чем меньше. на самом деле копию не ломаем. Мы обсуждаем, но еще раз, смотрите, здесь, основные проблемы в электроэнергетике, у нас на самом деле во многих дискуссиях именно так к этому и приходим, что основные проблемы это энергетика. С точки зрения тех предложений, еще раз, по неприменению, если неприменение этих критериев, допустим, что решают все ваши проблемы, это хорошо, но мне кажется, что проблем несколько шире. Давайте дискуссию расширим и с точки зрения других проблем, которые, например, столица Ступина, кстати, к нам тоже приезжали, свои проблемы озвучили, мы не сердце встречались на своей площадке, там проблемы, которые были озвучены, они гораздо шире, чем мы сейчас здесь дискуссию ведем. С точки зрения, я предлагаю, весь пул проблем, которые мы знаем, часть была проблем описана в тех предложений, которые мы получили от лица провинции, к которым они были направлены, пожалуйста, мы открыты дискуссию, можем собрать на своей площадке все вопросы связаны с энергообеспечением с точки зрения техпроиседений, с точки зрения функционерной территориальной синхронизации, там отдельно, какие-то другие иные схемы. Это все можно обсудить. Электроэнергетика критериями и резервов не заканчиваются. Понимаете, поэтому мы не обсуждать в целом. Спасибо. Мы не настолько примитивны, потому что речь идет на простой вещи. 3 февраля совещание, на котором обсуждается проект восстановления правительства о развитии сетевого комплекса до 30-го года. Если мы не пропукарекаем сейчас, простите, что-то конкретное, я же предполагаю, я говорю, что скорее всего будет увеличить критерии. Так сделали первый раз, когда уменьшились с 3200 до 1600 организаций. Я и говорю, что пожалуйста, не выплескивайте нас иступили вместе с водой. Учтите наш интерес, нам будет очень сложно. Мы не выжили. Просто тот документ, о котором вы говорите, он несколько другой характер носит, и его отношение к применению поручения относительно внедрения критериев не относится. Но тем не менее, вопрос в рамках других поручений присутствует. Действительно, как я уже отметил, потому что мы будем на общественном критерии отвечать. Мы за дискуссию безусловно, и варианты могут быть любые. естественно, в основе электроэнергетики не дискриминационный доступ. Точка. Все, больше ничего. Но... Точка.